Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. После моего вчерашнего видео с моего канала Убралось достаточно большое количество ближних предприятий. Произошла сама очистка канала от всех этих разных уродов, халявщиков и нищебродов. Но, тем не менее, рад приветствовать своих регулярных зрителей. И для них, собственно говоря, сейчас буду выкладывать различные прикольные предприятия. Машина не роскошь, а средства передвижения в США. Поэтому я уже достаточно давно перестроился на американский образ жизни. И машину меняют достаточно часто. Пришло время рассказать про мою очередную текущую машинку. Тем более, что я с ней скоро расстанусь. Будет обидно, если я про нее не расскажу. Заодно расскажу, почувствую, что не буду расставаться. Это наш семейный автомобильчик. На нем периодически Дина рулит. Я рулю. Это у нас Chrysler Town Country. Вот, соответственно, вот такая машинка. Сейчас уже выпускается другой модельный ряд. Сейчас выпускается другой модельный ряд. Вот. Вообще, с этого года компания Chrysler сказала, что вот эти машины выпускать больше не будет. На их место приходит... Ниша занимается другой машиной, совершенно принципиально другой. Вместо Chrysler Town Country и Pacific будет выпускаться нечто такое совмещенное. Вот. Новая машина также будет иметь центральную вот эту дверь скользящую. Вот. Кстати говоря, она у меня управляется с пульта. Несмотря на мороз. Сейчас у нас произошло резкое климатическое изменение. Выпал снег. Представляете, зимой выпал в Америке снег. Вообще не верю. А прикол еще будет в том, что сегодня у нас минус 10, а завтра будет плюс 14. Вот. Интересно, как все это произойдет. Вот мне самому пока не понятно, но... Ладно, вернемся к машине. Итак, вот этот вот самый замечательный Chrysler Town Country. Предыдущий модельный ряд. Вот. электропривод нафарширован весь прям под завязку кое-какие опции я установил сам например вот такое замечательное устройство у меня здесь стоит тоже я сам инсталлировал это у меня видеорегистратор такой он не привязан к задней камере чем с ночным режим и когда вы еще включаете заднюю скорость у вас происходит еще такой трейс вот мы сейчас назад щелкнем и опа у меня сейчас сразу здесь показано как я буду назад ехать такой трейс показан вот картинка картинки еще записывается и замечательные вторую штуку трус на и тут такой мультимедийный компьютер на windows оси он сенсорным экраном воспроизводит аудио видео дырочка под дивиде здесь есть юсб можно подключить микро sd у меня здесь это для музыки одеть микро sd у меня с картографии картография обновляется bluetooth здесь интеллектуальные графишки аквалайзер так в меню сейчас выйдем кстати говоря сенсорный экран эквалайзер мне очень нравится так транс может здесь акустический центр сразу менять вот ну и соответственно картография могу сказать себе что смотрела штатный sirius вот который сама компания крайслер стоит в машины отдельно его почему-то пытается продавать за полторы тысячи долларов балалайку сюда убогая не знаю страшно как ядерная война вот настолько сложное там управление чтобы проложить маршрут нужно столько лишних нажатий сделать настолько все это неудобно здесь буквально раз в одно касание айгоу вообще рулит я хочу сказать несмотря на то что ну определенное количество людей все те же подсел на android кстати говоря есть версии в android вот этой вот магнитолочки вот этого компьютера но я считаю что при той цене и качество которое завод-изготовитель предложил мне вот на эти магнитолки я считаю что это оптимальный вариант и можно заняться апгрейдом даже неплохо мне уже не в первую машину устанавливают мультимедийный компьютер мне очень нравится дешево и сердито вот да но продолжим же дальше рассказывать за машинку в чем прелести этой замечательной машины да кстати говоря вот весь управление сейчас мы все открываем все поехало все открывается сиденье у это замечательной машинки убирается в пол сиденье убирается пол достаточно вот так вот раз убрать в сторону ковричек и у меня вот здесь такая технологическая ниша сейчас не буду двигать так и сиденье сможет замечательным образом убрать так дети уже туда машины кинти дали машинки убираем вот сюда можно убрать и все получается потай почему вот это решение не использует производители постик машин для меня остается загадкой не у тойоты не у хонды к сожалению такого технологического решения нету не знаю почему все погнали вот блокировка была вот такая же точно штука у меня сзади то есть вот эти все сиденья они легким вот так движением могут быть разложены а могут быть вообще сложно вот в эту нишу соответственно и сюда убраны плюс какие здесь еще есть ништяки фонарик полезнейшая штука такая потеряли ключики достали фонариком с подзарядочкой подсветились еще не светодиодом фонариком и потом поставили слева под заряжаться мелочь но приятно опять здесь для инструментов меня кнопочку нажимаем буквально месяц назад у меня была машинка вот в этом же кузове но вообще в полном фаршмаке к сожалению только у меня от нее остались фотографии я на ней отъездил буквально пару месяцев но она была нафарширована так что даже вот эти задние сиденья были с электроприводами был люк аж даже вообще не видел крайслера town country с люком вот на коже вот пару месяцев на ней отъездил вот потом продал к вящему удовольствию всех сторон вот тоже нажимаем то есть очень такой себе семейный автомобильчик очень комфортабельный очень удобный очень вместительный легко моется вместо вагон и маленькая тележка наверху располагать такая консоль есть модели где есть вместо вот этих вот коробочек дисплей о чем еще хочу рассказать про эту машину самое важное это двигатель здесь нас стоит диктель 3 и 8 литра по американским меркам это не то чтобы много это так достаточно средний уровень здесь есть гораздо более мощные машины но этого в принципе достаточно для того чтобы на этой машине с комфортом передвигаться двигатель достаточно удачный я бы сказал можно даже сказать что он fuel economy economy топлива на одной заправке с таким вот двигателем я могу съездить кэнзас сити и вернуться назад то есть заправляясь при выезде из омаха доезжая до канзаса делаю свои дела возвращаясь обратно в омаху и уже при въезде в город опять заправляюсь то есть такой достаточно удачный двигатель что буду покупать взамен взамен я скорее всего буду брать такую же машинку тоже крайслер таун кантри в качестве семейной машины это очень удачный вариант я считаю для семьи вот тем более же не очень нравится и управлять но возьмем и машинку свежее наверно года так 14 вот сейчас тем более что в связи с анонсом новой модели цены на рынке должны подупасть вот так что возьму машинку наверное на аукционе какой нибудь light damage который легко устанавливается и быстренько себе машинку подготовлю под себя и сделаю вот такая вот машинка у меня очень я думаю волнует вопрос зрителей сколько такая машина сейчас стоит на американском рынке вот сейчас год начался пробег у этой машины порядка 100 тысяч миль время как раз менять самое время и цена рыночная такую машину порядка 7000 долларов есть конечно варианты и подешевле но более ушатанные есть варианты посвежее с меньшим километражом но тогда они соответственно и будут дороже стоить порядка там может быть 8 тысяч долларов но 7 тысяч долларов это в принципе разумная и оправданная цена вот на этот автомобильчик на текущий момент именно сейчас опять же я называю цены которые по нашему штату потому что в других штатах и цена будет тоже другая надеюсь вам понравилось мое видео следующий раз я вам расскажу про другую свою машинку она месту рядышком красненькая такая хорошенькая for fusion s и l ракета вообще такой седанчик у меня но об этом я расскажу следующий раз что это такая машинка у меня здесь стоит сегодня снег мне просто лениво сейчас ее чистить поэтому и прогревать поэтому она пусть постоит до следующего раза опять же пусть будет интрига если захотите сниму видео пишите комментарии и соответственно считать будет как такая предварительная заявочка всем хорошего дня и не болейте не кашляте спасибо чтобы купить и Субтитры подогнал «Симон»!